В эфире вечерняя информационная программа. Меня зовут Алмаз Ашим. Добрый вечер. Касым Жмар-Тукаев принял Каната Бузумбаева. Министр энергетики проинформировал главу государства об итогах встречи ОПЕК и нефтедобывающих стран, которые не входят в эту организацию. Напомню, они подписали соглашение об ограничении добычи нефти. Также Канат Бузумбаев доложил о парафировании Казахстаном к хартии сотрудничества республик производителей нефти. Кроме того, президенту рассказали о ситуации в отрасли, обстановке на тенгизском месторождении и работе с зарубежными компаниями. Сегодня же президент Казахстана встретился с руководством глобального блока правительств и государственного сектора банка Сити Групп. Касым Жмар-Тукаев выразил Джули Монако благодарность за реализацию в нашей стране инвестиционных проектов. Гостя в свою очередь поздравила главу государства с избранием на пост президента и отметила, что Казахстан для них является важным партнером. Спасибо за прием, это для нас честь. Хочу поблагодарить вас за то, что держите с нами связь. Для Сити Групп Казахстан является важным стратегическим партнером. Касым Жмар-Тукаев встретился с председателем наблюдательного совета компании «Польфарма». Глава государства поприветствовал Ежи Старака в столице Казахстана. В свою очередь, гость рассказал президенту о реализации совместных проектов по выпуску лекарств в нашей стране и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Ваша компания, обладающая почти вековым опытом работы в сфере фармацевтики, является одним из лидеров на польском рынке и вносит существенный вклад в развитие данной отрасли в нашей стране. Я хочу поблагодарить вас за вклад и деятельность Совета иностранных инвесторов, а также высказать особую признательность за предоставление гуманитарной помощи городу Арыси. Спасибо. Для меня честь встретиться с вами. Я надеюсь, что наши совместные проекты дадут положительный результат. В Казахстане создана очень хорошая инфраструктура. Уверен, что эффективное и успешное сотрудничество с казахстанскими партнерами получит новый импульс. Глава государства провел встречу с президентом компании ExxonMobil Production Company Нилом Даффином. Касым Жмартукаев выразил признательность за продуктивное сотрудничество и отметил, что Казахстан тесно работает с компанией по ряду крупных углеводородных проектов. Президент заострил внимание на важности согласованного решения возникающих вопросов. В свою очередь Нил Даффин поблагодарил главу государства за возможность встретиться. Добро пожаловать. Хочу поблагодарить вас за участие в заседании Совета иностранных инвесторов. Мы рады, что у нас тесное отношение. Я это высоко ценю. Сегодняшняя встреча является хорошей возможностью для выработки дальнейших продуктивных действий нашего совместного сотрудничества. Спасибо, что приняли нас. Заседание Совета иностранных инвесторов – это очень значимое событие. Мы с членами правительства обсудили важные темы. Депутаты Мажелиса одобрили поправки в бюджет. Ради этого сессию парламента продлили до 5 июля. Напомню, уточнения направлены на реализацию поручений главы государства по повышению благосостояния граждан. Сегодня же депутаты подвели итоги. За нынешнюю сессию Мажелис рассмотрел 110 законопроектов. Свыше 80 были направлены в Сенат. О том, как прошло итоговое заседание, в нашем следующем сюжете. Итоговое пленарное заседание Мажелиса продлилось чуть дольше, чем обычно. Для того, чтобы рассмотреть поправки в бюджет и вынести заключение, депутаты ушли на перерыв. Возобновили пленарное заседание спустя полтора часа. Профильные министры отчитались, на что будут направлены средства. В принятом в рамках уточнения бюджета предлагается перераспределить средства целевого трансфета из национального фонда. Из 370 миллиардов сенге 300 миллиардов предлагается направить на усиление социальных мер, снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, а также увеличение резерва правительства. Скорректированные суммы детально представил министр финансов Альхан Смаилов. Он напомнил, что средства распределены по трем направлениям. В итоге на снижение долговой нагрузки население по потребительским кредитам потратят свыше 89 миллиардов тенге. Сумму увеличили на 700 миллионов. На поддержку малообеспеченных многодетных семей и молодежи выделят свыше 138 миллиардов тенге. А на увеличение резерва запланировано порядка 72 миллиардов тенге. Сумму уменьшили на 700 миллионов. Часть этих средств будет направлена на устранение последствий взрывов в Арыси. Как и следовало ожидать, депутаты потребовали от правительства полного отчета за каждый выделенный тенге. Так, к примеру, мажористмен Арман Кожахметов заметил, что за 10 лет из госбюджета на трудоустройство, переобучение и выдачу микрокредитов было направлено 964 миллиарда тенге. На ближайшие три года в правительстве сложили новую сумму на эти цели, но анализ потребностей рынка так и не провели. Вместе с тем беспокоят ваши подходы к решению данных вопросов. Шланг Ирбалтович, во-первых, кем и по какой методике будет проводиться данный анализ? Во-вторых, скажите, пожалуйста, несмотря на то, что еще нет результатов анализа, тем не менее вы уже закладываете немалые средства для создания рабочих мест на микрокредитование в размере порядка 53 миллиардов тенге. В ответ министр национальной экономики Руслан Даленов представил расклад, на что пойдут эти средства. Депутаты с суммой согласились и даже похвалили главу Минэкономики за представленную арифметику. Правда, заметили, что не имея анализа, в ведомстве все же заложили слишком смелые цифры. В кулуарах у председателя комитета по финансам и бюджету Машилиса Гульжан и Карагусова поинтересовались, как избежать роста иждивенчества. Мы должны понимать, что государство существует на деньги, которые мы с вами заработываем. Правда? Второе, мы должны понимать, что мы с женщиной приходим в этот мир для чего? Не только для того, чтобы просто так прожить. И мужчины тоже. Мы приходим с ответственностью родить и самое главное – воспитать детей. Мы – не государство. А государство только оказывает помощь. Помощь не содержит. На заседании мажоресмены также подвели итоги своей работы за минувшую сессию. На рассмотрении палаты находилось 110 законопроектов. Свыше 80 одобрены и направлены в Сенат. Среди важных – блок социальных и экономических законопроектов. Нередко во время пленарных заседаний и правчасов мажоресмены устраивали встряску докладчикам в лице министров. В депутатских запросах парламентарии поднимали насущные проблемы казахстанцев. Подводя итоги, спикер мажореса отметил, депутаты ориентировались на стратегические задачи, поставленные Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии. Дополнительный импульс законотворческой деятельности придали инициативы президента Касымжу Марта Тукаева по государственной поддержке социально уязвимых слоев населения. Несмотря на то, что это последнее пленарное заседание и впереди каникулы, депутаты отдыхать не планируют. Работа будет продолжена в регионах. 136 жилых домов уже отремонтированы в Арысе. Работы продолжаются еще в 571 доме. Всего же в восстановлении нуждаются 85% зданий города. Из-за взрывов 28 семей остались без крова. Им построят новое жилье. Пока же они на попечении государства. Одна из тех, кто во время взрывов в одиночку спасла пятерых маленьких детей Айгерим Сембек. О смелой молодой многодетной матери расскажет Алибек Большуленов, который находится с нами на прямой связи. Алибек, вам слово. Добрый вечер, Алмаз. 26-летняя многодетная мать Айгерим Сембек выражает искреннюю благодарность всем казахстанцам, которые в трудный момент поддержали пострадавших в Арысе. А в школе номер один, месте временного жилища ее семьи, все постояльцы относятся к ней с уважением. Спасаясь от взрывов, Айгерим с двумя близнецами на руках и тремя дочерьми прошагала 15 километров в соседний безопасный аул. По пути дети отставали, пришлось нелегко. Почти за пять часов добрались до спасительного аула. Было жарко, очень хотелось пить. Все детишки получили солнечные ожоги. Я склоняю голову перед Айгерим, которая спасла моих пятерых внуков. Она мужественная мама. Также благодарю всех соотечественников, кто потянул нам руку помощи в эти нелегкие дни. Сегодня утром бригада скорой медицинской помощи из города Нурсултана спасла жизнь 30-летнего мужчины с диагнозом электротравма. В момент их прибытия состояние пациента оценивалось как бессознательное. Была констатирована клиническая смерть. Но медики предприняли комплекс сердечно-легочной реанимации. Сейчас пациент с санитарным транспортом доставлен в кардиологический центр Шимкента. А между тем, количество строительных компаний, работающих в Арысе, увеличилось до 118. Качество работ во всех домах будет контролироваться Министерством индустрии и инфраструктурного развития. 8231 жилой дом в Арысе сейчас находится. Из них 546 сейчас проходят ремонтные работы. 136 домов уже отремонтированы. Вы знаете, что степень ремонта бывает разная. Просто окна застелить надо. В некоторых домах необходимо заменить кровлю. В некоторых домах двери. Поэтому в зависимости от этого, те работы, которые можно быстро сделать, они быстро сейчас ремонтируются. Те, которые сложные, они сейчас приступили к работе. Более полторы тысячи строителей сейчас находятся в городе Арыс. Эта цифра с каждым днем увеличивается, потому что город разделен на 17 секторов. Также сегодня в Арысе строительные бригады, ряд строительных бригад приступили к ремонту социальных объектов. Но об этом мы расскажем в последующих выпусках. У меня к этому часу вся информация. Алмаз. Спасибо. Из Арысе на прямой связи с нами был Алибек Байшуленов. Сообщается, что по делу о расследовании причин чрезвычайной ситуации в Арысе допрошено уже более 100 человек. Следственная оперативная группа отрабатывает возможные версии. И по словам заместителя главного военного прокурора Дархана Иржанова, это может быть несоблюдение пожарной безопасности, например, короткое замыкание. Не исключают оперативники версию с возгоранием легко воспламеняемых предметов, которым можно отнести как сухостой, так и ГСМ. В числе вариантов также халатность должностных лиц. Ход расследования находится на личном контроле генерального прокурора Казахстана. Согласно санкции части 3 статьи 462 за нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Тем временем акмолинцы отправляют полторы тонны гуманитарной помощи жителям Арыси к месту назначения. Груз будет доставлен в течение двух суток. Для пострадавших подготовлены продукты питания, питьевая вода, кондитерские изделия, средства личной гигиены, вещи и постельное белье. Предметы первой необходимости собирали жители с первых дней трагедии. Помимо этого, на специальный счет перечислено свыше 100 миллионов тенге. Во всех районах открыты штабы по сбору помощи. В этих условиях, с учетом того, что произошло, в первую очередь необходимо оказать жителей Арыса в ремонте тех порушенных домов и хозяйственных построек. Поэтому при области был открыт расчетный счет Ахмала-Бастал, где аккумулируются денежные средства, которыми можно непосредственно на местах закупать те необходимые строительные материалы. В Вашингтоне министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов встретился с государственным секретарем США. Майкл Помпео выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнерства между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном и надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений с новой администрацией Касым Жомарта Тукаева. Помпео приветствовал недавние заявления президента Республики о расширении политического участия в стране и действия по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана. Государственный секретарь высоко оценил лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал поделиться опытом с другими странами. Майкл Помпео также отметил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане. В по меньшей мере 44 человека погибли, 130 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в Триполи. Об этом сообщает агентство Reuters. Международное признанное правительство Ливии обвинило в авиаударе силы фельдмаршала Халифа Хафтара, который начал наступление на столицу в апреле. Подробнее об этой ситуации расскажет моя коллега Айдана Карибжанова. Айдан, есть информация, что одна из бомб, как я понимаю, попала в ангар, в котором находились мигранты. Да, правильно. Большинство убитых, мигранты из африканских стран. Именно они занимают большую часть населения этого лагеря. И, к сожалению, оценка количества погибших пока уточняется. И жертв может быть больше. Подробнее о последствиях авиаудара расскажу через пару секунд. Авиаудар по лагерю мигрантов в районе Таджур под Триполи был нанесен минувшей ночью по местному времени. По сообщениям миссии ООН погибли по меньшей мере 44 человека, больше сотни ранены. Врачи продолжают помогать пострадавшим. Через Ливию проходит путь многих африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Нередко их задерживают. Тысячи беженцев содержатся в стране в специальных центрах. Зачастую, по данным ООН, в невыносимых условиях. Авиаудару подвергся именно один из таких лагерей. Некоторые люди были ранены. Они погибли по дороге, пока бежали. Кто-то оставался под обломками. Все, что мы хотим, это чтобы ООН помогла людям покинуть это место. У нас нет сил. Я не знаю, что делать сейчас и куда идти. Местные власти утверждают, что авианалет был совершен силами самопровозглашенной ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтер. Между тем, его штабе уже отвергли причастность к произошедшему, возложив всю вину на ополченцев, связанных с правительством в Триполи. Однако ранее ливийская газета «Аль-Марсад» сообщила, что ВВС ливийской национальной армии объявили о начале воздушной операции в столице и призвали мирных жителей не приближаться к военным объектам. Управление ООН по делам беженцев работает на местах обвалов. Количество жертв может вырасти. Наше управление по делам беженцев проводит на местах спасательной работы, доставляет пострадавших в больницы, оказывает помощь. Ситуация осложняется тем, что таких центров в стране много, поток мигрантов большой, и мы призываем Ливию освободить лагеря содержания мигрантов, запустить их в безопасные места. Все, что происходит сегодня – последствия царящего в стране до и власти. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сараджем. Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией. В апреле фельдмаршал Халифа Хафтер начал наступление на столицу якобы в целях освобождения от террористов. Лояльные правительству формирования начали ответную операцию «Вулкан Гнева». Все это время продолжаются обстрелы, в результате которых, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 740 человек и более 4000 получили ранения. Вот так неутешительно обстоят сейчас дела в Ливии. Спасибо. Детальный разбор ситуации в Ливии от нашего международного обозревателя Айданы Гаребжановой. К другим темам. 16% уголовных дел расследуется в электронном формате. Такую статистику привели сегодня в Генеральной прокуратуре. Назорное ведомство посетили сенаторы во главе с Доригой Назарбаевой. Там прошло выездное заседание по вопросам реализации органами прокуратуры проектов государственной программы «Цифровой Казахстан». Депутатам Верхней палаты представили единую систему, которая позволит всем госорганам осуществлять административное производство в электронном формате. В этом будет задействовано больше 60 ведомств. Подводя итоги встречи, Дорига Назарбаева дала рекомендации, связанные с реализацией проекта по внедрению электронного административного производства. Трудовые договоры в электронном формате появятся в Казахстане. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердебек Сапарбаев. Наличие документов в электронном варианте лишает возможности нарушения трудовых прав работников, считает глава ведомства. На отчетной встрече Бердебек Сапарбаев остановился на вопросах занятости населения. По словам министра, до 2021 года необходимо подготовить 200 тысяч специалистов по 100 востребованным профессиям. 28 тысяч человек с ограниченными возможностями смогут получить безвозмездный грант на открытие собственного дела. Размер кредитования 505 тысяч тенге. Открыть бизнес смогут молодые люди, многодетные матери и лица с особыми потребностями. На эти цели предусмотрено порядка 5 тысяч кредитов с низкой процентной ставкой. Согласно поручению главы государства, с 1 апреля заработная плата государственных служащих возросла на 30%. Повышение окладов коснулось 1 миллиона 100 тысяч человек. Средства на эти цели выделены из государственного бюджета. В этом году для трудоустройства граждан государство выделит 137 миллиардов тенге. Заключение контрактов с иностранными инвесторами, а также установление договоренностей с крупными международными финансовыми центрами. В столице продолжают работу форума «Астана Файнанс Дэйс». На его полях наступает самая ответственная часть – финансовая. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. Программа финансового форума «Астана Файнанс Дэй» перевалила за экватор. Третий день – один из ключевых. Участники готовятся к продуктивным переговорам. 15 иностранных инвесторов уже выразили заинтересованность в отечественных проектах. Сегодня и завтра, то есть 3-4 июля, будет проводиться более 100 встреч с такими глобальными инвесторами, как Goldman Sachs, China Development Bank, China Construction Bank и другими ключевыми игроками. Мы даем такую возможность или создали такие условия для возможности их соединения, найти общие темы, найти общие проекты для инвестирования. Уже по традиции «Астана Файнанс Дэй» собирает ведущих экономических экспертов, политиков, представителей бизнеса, государственной службы и научных кругов. МФЦА – организатор «Астана Файнанс Дэй» уже становится заметной точкой на экономической карте мира. С момента создания МФЦА мы действительно поднялись очень высоко в глобальном мировом индексе финансовых центров. То есть на данный момент занимаем мы 51 место по всему миру и первое место среди стран Центральной Азии и Восточной Европы. МФЦА превратился в крупную диалоговую площадку, где обсуждают финансовые вопросы, касающиеся не только Казахстана, а всего Евразийского континента. Здесь обмениваются опытом и дают старт новым инновационным проектам, от реализации которых зависит будущее глобальной экономики. Андрей Деменок, Марат Диханбаев, Хабар, 24. На востоке Казахстана централизованной питьевой водой обеспечено всего лишь чуть больше половины населенных пунктов. Конкретнее 53,5%. Если в некоторых селах люди сами качают воду из скважин, в других она привозная, особенно там, где живет всего лишь не больше 200 человек. В регионе уже несколько лет выполняется программа «Ах, Булак». Но стала ли чистая вода доступнее для жителей? Об этом подробно Анелли Сембердина. Поселок Новоахмирово – пригород Усть-Каменогорска. Только вот о благах цивилизации здесь люди только мечтают. Нет ни нормальных дорог, ни воды. И это главная проблема. Местные жители вынуждены набирать воду из единственного колодца в округе. Не знаю, как долго нам разрешит хозяин пользоваться своим колодцем. Нас ни один, ни два человека, все жители поселка идут сюда. Причем одни говорят, что эта вода нормальная для питья, другие отмечают, что наоборот непригодная. Мы и точного ответа не знаем, да и выбора все равно нет. Рады, что хотя бы здесь есть вода. На дворе 21 век, у всех стиральные машины. Мы же по старинке, стираем вручную. Условий нет никаких. Все упирается в воду. Мы вот тоже в 2014 году выкопали себе скважину. Думали, не придется за водой к соседям ходить. Но у нас вода пошла соленая, невозможно было пить. Вот так вот до сих пор носим воду домой ведрами. И в снег, и в зной, и в грязь. Ждем, когда же к нам сети протянут. Причем работы уже начались еще в прошлом году. Строители все вокруг раскопали и бросили. Даже колодцы у дорог закрыть не удосужились, жалуются жители. Проблемы жителей поселка Новоахмирово обещают решить. Работы должны завершить к осени. Но таких проблем в области достаточно. Сейчас в регионе по программе Ахбалах реализуется 68 проектов на 17 миллиардов тенге. Всего на востоке страны централизованной водой обеспечено 97,8% горожан и 73% сельских жителей. В планах также в 45 малонаселенных пунктах поставят и блочномодульные станции. Прорабатывается ряд технических и финансовых мероприятий, которые уже в 2020 году позволят обеспечить количество сельских населенных пунктов обеспеченным водой более 80%, а в 2021 году уже выйти на 91%. Пока же централизованным водоснабжением обеспечен 381 населенный пункт из 710 в регионе. Это 53,6% от нужного количества. Анна Лисенбертина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. О проблеме с дефицитом воды поговорим с главным экспертом управления водоснабжения и водоотведения Бексултаном Бегалеевым. Добрый вечер, Бексултан. Скажите, в каких регионах до сих пор испытывают дефицит воды? Добрый вечер, Алмаз. На сегодняшний день по республике наблюдается низкий доступ к централизованному водоснабжению в Павлодарской, Кустанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. А вот больше всего от нехватки чистой питьевой воды страдают жители сел и их спасают либо скважины, как мы говорили, либо привозная вода. И когда же будет решаться эта проблема и сколько уже обеспечены водой, и скольким прокладывают трубопроводы? На сегодняшний день по республике насчитывается 6499 сельских населенных пунктов, из них 3892 или 59,9% уже обеспечены централизованным водоснабжением. По численности населения этот показатель составляет 84,4%. Так, а где-то прокладываются трубопроводы и в какое время мы все-таки дойдем до отметки в 100%? В текущем году реализуются 309 проектов сельского водоснабжения. Также, согласно поручению премьер-министра от 4 июня текущего года до конца 2023 года планируется обеспечить 100% населения качественной питьевой водой. То есть все жители Казахстана 100% будут обеспечены централизованным водоснабжением к 2023 году? По итогам 2023 года. Хорошо, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. У нас в студии был главный эксперт управления водоснабжения и водоотведения Бек Султан Бегалиев. О возможности для молодежи расскажет Елена Шрайбер в программе Актуально. Доступное жилье, качественное образование и возможность попасть в президентский кадровый резерв. 2019 год можно смело назвать для казахстанской молодежи удачным. Их роль предельно четко обозначил президент страны в своей предвыборной программе. Молодежь должна стать движущей силой прогресса. Что государство готово сделать для нынешнего поколения казахстанцев и чем они могут отплатить в ответ? Расскажу в ближайшие несколько минут. Это актуально. Здравствуйте. 20 тысяч грантов и 75 тысяч новых мест в общежитиях. А еще повышенная стипендия для студентов-волонтеров и увеличение количества грантов для молодых ученых. Такие указания властям на предстоящий год молодежи дал Нурсултан Назарбаев. В предвыборной программе Касымжимар Татукаева обозначено, что эти поручения будут выполнены, но с поправкой. С 1 сентября 5000 дополнительных грантов будут выделены специально для абитуриентов из малообеспеченных и многодетных семей. Также будет на 30% повышена стипендия по рабочим специальностям. Средства на выделение дополнительных грантов направляются трансфертами в местные исполнительные органы, местные бюджеты. И в зависимости от потребности рынка и необходимости определенных специалистов, в разрезе каждого региона будут определяться нужные специальности. В августе дети из многодетных семей и получатели адресной социальной помощи, которые не смогли получить в общем конкурсе гранты, получат возможность подать дополнительные заявления в местные акиматы и получить, соответственно, грант в зависимости от того, сколько баллов они набрали. Молодые специалисты должны быть обеспечены работой. Молодежная политика Тукаева охватывает не только сферу образования, но и трудоустройство. По данным социсследований в Казахстане, низкий уровень вовлеченности казахстанской молодежи в предпринимательство. Половина молодых людей не планирует заниматься бизнесом, разубедить их намеренной комплексными мерами поддержки. Мы реализуем программу развития бизнеса «Инициатив молодежи» ЖАЗ Касыпкер. Будем поддерживать стартапы, внедрим программу трудоустройства молодежи. Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали личную историю успеха. Для самореализации талантливой молодежи будут созданы условия в экономике, науке, культуре, спорте и политике. В стране будет сформирован президентский кадровый резерв, куда войдут перспективные казахстанцы. Президентский список молодых активистов, которые получат возможность работать на всех ступенях государственной службы, появится до конца года. Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть систему управления государством молодых специалистов, в том числе из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодежь – локомотив предстоящих реформ. Работающая молодежь может рассчитывать и на жилье. Все в столице Шимкенте и Алматы до 2021 года планируется построить по 3000 арендных квартир. А за счет привлечения частных инвестиций дополнительно возведут еще 10 тысяч, что позволит обеспечить жильем до 20 тысяч молодых семей в год. Причем такая поддержка молодежи не будет разовой акции. Работа продолжится и дальше. Так, 2020-й уже объявлен годом волонтеров, которыми по большей части являются молодые казахстанцы. И это актуально. Продолжение следует... Наш эфир продолжит программу «Круглый стол» с Рахимом Можекбаевым. Я с вами прощаюсь. До скорого. Спасибо большое, Алмаз. Мы поговорим о кредитах населению. Смотрите нас через несколько секунд. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас в эфире передачи «Круглый стол» с Рахимом Можекбаевым. Две недели назад первое кредитное бюро разослало в средства массовой информации анализ с выводом, что закредитованности в Казахстане нет. И около 80% заемщиков имеют задолженность около 300 тысяч тенге. Об отсутствии рисков кредитования заявил 20 июня также заместитель главы Национального банка Олег Смоляков, выступая в Сенате. Он сказал, что, цитирую, значительная доля, 84% казахстанцев тратят на погашение потреб кредитов в месяц всего порядка 8,5 тысяч тенге. Однако, несмотря на это, президент Такаев объявил о большой кредитной амнистии о списании долгов, которая коснется более чем 500 тысяч человек и социально уязвимых слоев населения. На каждого такого заемщика будет выделено по 300 тысяч тенге. Эти деньги полностью либо частично погласят задолженность перед банками. О том, так все-таки есть ли закредитованность населения в Казахстане, имеет ли риски текущая ситуация на рынке кредитования физических лиц, и зачем нужен был указ о прощении кредитов, мы сегодня поговорим с нашими гостями, депутатом Эжелиса парламента от КНП Казахстана Айкеном Конуровым и президентом Института экономической политики Кэрбеком Арстанбековым. Также у нас в Алматы на связи независимый экономист Александр Юрин. Александр, добрый вечер. Друзья, в целом статистика и цифры вещь упрямая. Если можно, я хочу попросить для наших зрителей вывести график, который мы подготовили, который показывает, что только за последние менее чем полтора года объем кредитов банка второго уровня физическим лицам вырос на 22%. То есть если на начало 2018 года это было 4,5 триллиона, то сейчас это уже более чем 5,5 триллионов. И это, повторюсь, только кредиты банкам, физическим лицам, в которые входят потреб, кредиты, ипотека и прочие кредиты. Но мы видим, что кредитование значительно опережает другие параметры, в том числе рост экономики, рост численности населения и тому подобное. Какое ваше мнение? Есть ли закредитованность? Пожалуйста. Ну, прежде всего, я бы хотел обратить на следующие аспекты данного вопроса. Первое. Очень существует в целом денежно-кредитной политике и в мировой практике индикатор раннего предупреждения. То есть если денежные власти не соблюдают эти индикаторы раннего предупреждения, то та или иная сторона входит в зону социально-экономической нестабильности. То есть происходит некая конфликция. И что нам говорят наши индикаторы? И вот таким первым индикатором раннего предупреждения, Рахим, является оптимальное соотношение темпом роста потребительского кредитования в отношении темпа роста реального дохода населения. Другими словами, если доходы растут, пожалуйста, берите кредиты, погашайте, то есть это приветствуется. Но в то же время, если доходы не растут, то извините, то в стране буквально в смысле регулятор должен отреагировать на это адекватно и принять соответствующие адекватные меры. Теперь по оценке нашего института, Рахим, значит за последние пять лет реальные доходы населения у нас не выросли. Остались в прежнем уровне. Но и не упали. И не упали, да. Примерно вот. То есть они падали, выровнялись, отыграли. Поскольку есть бюджетные ассигнования и другие инструменты. Но в то же время, как вы сами сказали, как видно в экране, темпы роста потребительского кредитования растут бешенными темпами. Другими словами, страна в ближайшее время так или иначе войдет в зону социально-экономической нестабильности. Я думаю, будут проблемы с провизиями и ликвидностью. Конечно же, мы считаем, что увеличение потребительского кредитования в Казахстане является основным индикатором того, что у нас население беднеет. И понятное дело, что в тучные годы большая часть наших граждан привыкла жить достаточно хорошо. И позволяло себе многое. Сейчас же, в связи с тем, что средний класс размывается, люди пытаются поддержать уровень жизни именно за счет потребительского кредитования. Понятное дело, что там есть такой глобальный проект, как всеобщее потребление, расширенное воспроизводство. И, соответственно, это все делается только за счет кредитных ресурсов. Я думаю, что Казахстан попал в эту зону, так называемую. И я думаю, что нам всем уже давно надо понять, что это путь в никуда. Потому что в условиях того, что если у нас реальный сектор экономики не растет, мы фактически на сегодняшний момент через систему потребительского кредитования населения кредитуем наших зарубежных конкурентов. Это производители бытовой техники, это производители автомобилей, это производители дорогостоящей одежды брендовой. И я думаю, что это очень неправильно. Наш реальный сектор экономики недофинансирован. Он испытывает хронические недостатки в деньгах. И на этой волне происходит реальный отток денег из страны. Покупается валюта, завозится товар. И, соответственно, я думаю, что мы фактически финансируем зарубежных производителей и переработки. Александр, вас настораживает вот этот стремительный рост потребительского кредитования, особенно последние годы? Если 2016-2017 год посмотреть, он даже стагнировал. Начиная с 2017 года он вырос почти более чем на полтора триллиона тенге. Рахим настораживает и настораживает еще несколько других моментов. Например, удлинение сроков потребительского кредитования. То есть банки не смогут реагировать. Банки из-за удлинения сроков, на которые выдаются кредиты, они не так мобильны в управлении кредитным портфелем. И это может привести к определенным проблемам. Ну, здесь что еще можно сказать? Значит, смотрите, вы говорили о банковской статистике по кредитованию. У нас есть одна проблема большая с банковской статистикой. Она измеряет займы, но она не дает нам представления какого-то о группах заемщиков. То есть мы на самом деле не знаем. Мы видим, допустим, тот же кредитный перрон говорит, что у нас есть такие-то займы, по ним такой-то средний платеж. Но если так разобраться, мы не видим, например, кредитную нагрузку на заемщика, потому что у заемщика может быть несколько займов. Мы не видим, сколько от его реальной зарплаты съедает обслуживание этих займов. И мы не знаем, насколько критичным оно может быть. И из-за этого у нас совершенно неожиданно для нас могут возникнуть определенные группы заемщиков, которые, ну, скажем так, это социально определенный дестабилизирующий фактор может быть. Ну, абсолютно. Но вот мы тоже, когда готовились к этой передаче... И мы этого абсолютно не заметим. Вот мы даже нашли некоторые противоречия в заявлениях Национального банка. Вот цитирую снова господина Смолякова. Он говорит, если глядить на общую цифру кредитов, 4 триллиона тенге потреб займов, поделить на количество заемщиков, то фигуруют цифры 800-900 тысяч на человек. Возникает мысль о перекредитованности населения. Но если посмотреть внутрь этой цифры, то 84% заемщиков в средний уровень долгой нагрузки 250-300 тысяч тенге. Это в три раза меньше, чем если использовать общие цифры, отметил Смоляков в куларах Сената парламента. А если посмотреть на сайт Национального банка, то за подписью господина Смолякова в анализе регуляторного воздействия к законопроекту, который вы рассматривали в парламенте, говорится, задолженность каждого заемщика в среднем составляет более 800 тысяч тенге. То есть практически 5 среднемесячных номинальных заработных плат. Или 10 наиболее часто встречающихся заработных плат. 80 тысяч тенге модальных. Таким образом, для погашения всей задолженности средним заемщикам необходимо выплатить почти полугодовую зарплату или почти годовую заработную плату, если доход заемщика равен модальной заработной плате. То есть вот мы видим как бы два источника, которые очень точно цитируют, и они показывают очень большую разницу от одного... Один источник, да, один источник. Как это можно объяснить? Ну, во-первых, это, конечно, чудеса жонглирование статистикой в угоду определенных задач и целей. К этому мы уже давно привыкли. Но, видите, Национальный банк у нас не отвечает ни за рост экономики, он отвечает в основном за инфляцию в стране. И понятное дело, что в угоду красивых показателей, цифр по инфляции, можно, конечно же, предоставлять различные данные. Как говорится, на стакан можно посмотреть по-разному. Но вот здесь вот все-таки многие коллеги иногда даже посмеивались, из-за того, что мы никак не можем разобраться в цифрах, но, тем не менее, мы предложим большую аудиторию вам в том числе попробовать разобраться. До этого мы называли цифру с сайта Национального банка по данным 5,5 триллионов тенге за должность на 1 мая 2019 года. Сейчас можно, пожалуйста, вывести два графика, которые нам любезно предоставило первое кредитное бюро. Две цифры. Это на 1 ноября 2018 года и на 1 июня 2019 года мы видим, что количество заемщиков у нас составляет 6,8 миллионов человек. И, соответственно, мы здесь видим по количеству просрочки тысяч человек 814 тысяч человек находится количество заемщиков с NPL. NPL – это Non-Performing Loans, то есть неработающие займы. То есть не до конца понимаю NPL – это просто хоть один день просрочки, либо 90+. И к этой цифре можно прибавить, наверное, цифру по так называемым онлайн-кредитам, онлайн-арсовщики мы их называем. То есть те, которые не регулируются, не входят в статистику ОБВУ. В настоящий момент 422 тысячи человек являются их клиентами. И процент NPL – 90+, то есть свыше 90 дней, 261,3. То есть, соответственно, мы видим, что в совокупности цифра людей, которые не могут обслуживать свои кредиты, может превышать 1 миллион человек. Александр? Александр, вы на связи? Можете прокомментировать, пожалуйста, вот эту вот разницу в цифрах? Так, знаете, наверное, я начну вот с тех данных, с данных Национального банка по поводу модальной зарплаты 80 тысяч тенге. Представьте себе, если у человека обслуживания займа идет 40 тысяч, половина этой зарплаты модальной, чтобы понять, в принципе, как можно эти цифры интерпретировать. У него на все остальные потребности остается 40 тысяч. Это, соответственно, на содержание семьи, первичный проезд, одежду и тому подобное. И ответьте мне на вопрос, этих 40 тысяч будет хватать? То есть, если мы говорим о перекредитованности, то здесь, соответственно, мы можем видеть вот именно проблему. Эту проблему не видно на средних цифрах. Это средняя температура по больнице. Значит, по поводу данных первого кредитного бюро, это опять-таки средняя температура по больнице, и там нужно в эти цифры вникать вглубь и на самом деле разбирать и понимать, что за этими цифрами стоит. То есть, здесь нужно смотреть и миграцию займов. То есть, когда говорят об НПЛ, да, формально уровень НПЛ может быть небольшим. Но нужно смотреть, как происходит списание, как восстанавливается стоимость займов, насколько эффективно банки работают в этом направлении. И не может ли быть из этого каких-либо проблем. То есть, дальше я, к сожалению, здесь не вижу графика, но, в принципе, дальше опять-таки об НПЛ. То есть, у меня, например, вызывают там какие-то определенные сомнения. Это расхождение в данных по НПЛ по неработающим займам. И данных по НПЛ при первого кредитного бюро. Возможно, это да. Возможно, это связано с разным охватом, потому что данные первого кредитного бюро не охватывают всю эту выборку, которую охватывает статистика Национального банка. Какой уровень НПЛ у первого кредитного бюро? Каков уровень НПЛ у нас банка у первого кредитного бюро? Я сейчас на вскидку на вскидку не помню. Там разница идет 1-2%. То есть, я на вскидку сейчас не помню. Но разница, разница есть по данным. В особенности по потребам. И здесь возникает также много вопросов. Что касается высокой доли займов с просрочкой 90 плюс у онлайн-кредиторов. Значит, проблема здесь заключается в том, что бизнес-модель вот этих вот субъектов кредитования, она включает в себя такое, подразумевает такое явление, которое называется по англоязычной литературе это называется circle of debt. Это круг долга. Это когда кредитная ловушка. На самом деле доход извлекается из просрочек. Это кредитная ловушка. То есть, соответственно, они фактически не контролируются. То есть, они могут изымать. То есть, они в форме штрафных санкций. Да, как бы это ни называлось. Но это по факту штрафные санкции, платных реструктуризаций. То есть, когда у нас идет капитализация долга. Они наращивают долг. И затем просто человек просто работает на выплату штрафных санкций. Поэтому, соответственно, им выгоден такой объем NPL на балансах. Да, это и бизнес-модель. И здесь у нас, здесь вот, у меня вот здесь возникает, да, это бизнес-модель. И вот здесь, собственно, возникает вопрос, почему. То есть, когда я смотрел обоснование, вот новый законопроект с поправками, который был представлен над банком не так давно, в мае месяце, насколько я помню, да, который сейчас уже прошел сенат, вот я не знаю, подписан или нет. Там был такой момент, прям оговорка, что бизнес-модель меняться не будет. Как раз-таки вопрос, вопрос в бизнес-моделях вот этих организаций небанковского кредитования. Проблема, проблема идет в бизнес-моделях. Они должны все анализироваться, полностью должны собираться статистики. Карике, да, да, спасибо большое, Александр. Давайте вот мы вернемся в студию в Нурсултан. Карике, пожалуйста. Рахим, я хотел два теза добавить. Мы сказали о первом индикаторе раннего предупреждения. Есть второй индикатор раннего предупреждения. Его суть заключается в том, что вот если посмотреть за последние три года темпы роста потребительского кредитования и темпы роста корпоративного сектора, то есть кредитования банкового второго уровня, то здесь тоже наблюдается аналогичная тенденция, то есть тренд. Другими словами, темпы кредитования корпоративного сектора значительно уступают потребительскому кредитованию. Другими словами, корпоративный сектор это серьезный подспорь для валового внутреннего продукта, для роста рабочих мест, там реально производственный сектор. То есть на базе вот этих сопоставлений можно сделать прогноз такой небольшой, что в ближайшее время темпы экономического роста будут у нас снижаться. Вот это хотелось бы сделать. Хорошо. Айкен, ну вот цифры, которые мы оперируем на базе первого кредитного бюро, 6,8 миллионов заемщиков, из них 814 тысяч на просрочке. К вам в парламент сегодня, по-моему, поступил законопроект по внесению изменений в бюджет для того, чтобы профинансировать инициативу по списанию долгов социально уязвимых слоев населения. Как вы прокомментируете? Насколько это эффективная мера по снижению загрязненности? Я думаю, что в сегодняшних условиях, когда достаточно большая масса наших граждан оказалась в трудной жизненной ситуации и стоит вопрос о жизни и смерти у них даже. Поэтому я думаю, что это очень правильный шаг. Деньги направляются не просто так, деньги направляются тем людям, которые реально оказались в трудной жизни и сходить. Парламент эту инициативу президента поддержал. Изменения и дополнения бюджета приняты. И очень оперативно. И мы в принципе все фракции, которые сегодня работали над законопроектом, поддержали стопроцентно. А как вы не считаете, что помимо списания долгов за счет государства, самой эффективной мерой помощи вот этим людям, которым действительно нужно помогать, если они не могут обслуживать свои кредиты, это оформить правовой статус их неполечеспособности, то есть дать им возможность легально обанкротиться. И для этого нам нужен закон о банкротстве физических лиц. Напомню, в ноябре 2015 года первый президент Ельбасы поручал в своем послании 30 ноября 2015 года поручая правительству разработать четкие и понятные процедуры банкротства для физических и юридических лиц. Она должна быть максимально облегчена. В 2016 году, в феврале, Управление по задолженности с Министерством финансов заявило о готовности законопроекта, однако не выложило свободный доступ. В апреле концепция к законопроекту одобрена на МВК при правительстве. И в июне 2017 года уже, получается, практически через полтора года после поручения главы государства стояло совещание с участием заместителя премьер-министра Ербалата Досаева, в ходе которого было принято решение приостановить принятие законопроекта до 2018 года. Далее, 18 год, январь, новое послание президента Назарбаева. Назарбаев говорит о необходимости ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. В феврале с заседанием МВК вынесли на отдельное положение и в марте снова публичные слушания в КГД и, соответственно, сентябрь решения правительства работа над законопроектом приостановлена до 2023 года. То есть, получается, два раза в послании первый президент поручал правительству ускорить разработку и два раза правительство его откладывало. До 2018 года и теперь до 2023 года. Как это объяснить? Ну, во-первых, это, безусловно, как бы на политическом уровне означает, что если поручение, причем сформулированное в послании, не реализуется. В двух посланиях. Да, причем в двух посланиях. Это подрыв какой-то. Во-вторых, я тоже выступаю. Может, это лобби интересантов? Да, я думаю, здесь, Рахим, мы должны признать, что когда у нас была кульминация объемов токсичных активов, то есть неработающих займов банковского сектора, мы помним, когда из национального фонда государство выкупило с помощью фонда проблемных активов эти токсичные активы. То есть, другими словами, то, что вот сейчас, как бы, путем поддержки, да, вот, как низкодоходных групп населения, то есть, спасая их, получается, мы лоббируем банковские интересы. То есть, интересы микрокредитных организаций и другие и так далее. То есть, здесь надо воспринимать двояко. То есть, да, вроде социальный аспект предусматривает поддержку многодетных семей, а с другой стороны, есть элементы банковского лобби. То есть, другими словами, мы помогаем очистить это проблемные... Айкен, вот вы как депутат Мажелиса, подскажите, почему правительство не может никак разработать за вот эти последние три года законопроект, откладывает? Кто интересант этого? Говорить за правительство я, конечно, не могу. В любом случае, у них там очень красивое и очень умное обоснование есть о том, что введена программа СИМ-2025, в результате чего это стало препятствием для введения института банкротства физических лиц, потому что как раз-то люди, которые задействованы в этой программе, пользуются, вернее, этой программой, они могут намеренно пойти на банкротство, и это будет рождать иждивенческие настроения в обществе. Ну, я думаю, что, конечно же, во-первых, основная проблема заложена в том, что наши банки фактически довольно в комфортных себя условиях совершенно некачественно проводили политику оценки. Ну, Акин, вот согласитесь, мне кажется, простому человеку очень сложно объяснить. Вот представьте банк, который неожиданно оказался, там должен триллионы тенге, и государство его спасает за триллионы тенге, банк банкротится, и он больше никому ничего не должен. Соответственно, те, кто принимал решение о некачественном управлении, которое привело к убыткам, погашаемым за наш с вами счет государства, они не несут никакого наказания. Но если физическое лицо должно деньги банку или другим, то эти долги не могут в принципе списаться. Даже смерть не освобождает от уплаты долгов. Эти долги переходят по наследству. То есть вы не можете обанкротиться. Банк может обанкротиться с триллионами долгов, а человек не может. Это, конечно же, совершенно неправильно. Я думаю, что, во-первых, институт банкротства физических лиц должен появиться на заре уже независимости Казахстана, когда появился институт ипотеки. Но понятное дело, что это очень невыгодно банковскому сектору. И он будет предпринимать все усилия для того, чтобы этот институт не вводился. Это, конечно, ну, понятное дело, что сильные диктуют условия. Вот даже что примечательно, Александр, вы, наверное, тоже наверняка отслеживаете эту ситуацию и заметили, что даже тот факт, что законопроект переименовали, вначале это был законопроект о банкротстве физических лиц, затем его почему-то так мягко переименовали в законопроект о восстановлении плачеспособности. То есть не банкротство, которое влечет собой освобождение от долговых обязательств, а восстановление плачеспособности. Александр? Да, да, да. Значит, в том виде, который я видел, в последнюю редакцию законопроекта, которую не приняли, отклонили, здесь, честно говоря, судя по этой редакции, говорить о стимулировании иждивенческих настроений я бы не стал. Это первый момент. Балансом между интересами, даже в той редакции, которая отклонялась, там баланса между интересами кредиторов и интересами заемщиков, баланс полностью отсутствует, и акцент смещен именно в сторону защиты интересов кредиторов. Так что здесь, на самом деле, наверное, законопроект нужно перерабатывать, причем очень серьезно. Но делать это обязательно надо, и чем быстрее, тем лучше. Это по первой части вопроса. Значит, дальше по второй части вопроса, это в отношении погашения государством займов определенным категориям населения. Вот вы не обратили внимание, какие именно займы будут гаситься за счет государства. Это ведь не ипотека, не какие-то залоговые займы, или не что-то еще. Это, а, беззалоговые займы, то есть это одна из самых рискованных категорий займов, самых рискованных видов займов. Второй момент. Они будут гаситься рискованной категорией населения, которой присущ повышенный кредитный риск. То есть это точно так же проблема. То есть и третий момент. Вот если на самом деле мы посмотрим, есть общая масса многодетных семей, общая масса представителей вот этих социально уязвимых категорий населения. То есть какая-то часть из них, это заемщики, какая-то часть не привлекала займов, тянула свою лямку, жила на зарплату. И вот здесь возникает вопрос, а почему мы поддерживаем только одну часть, тех, кто не рассчитал свои усилия и привлек займы, но оставляем без внимания другую часть. То есть получается, как бы, ну как бы это выразиться... Вы не думаете, что это сможет провоцировать ежедневенческие настроения, патернализм? Неравное отношение, неравное отношение. Скорбек, как считаете? Однозначно. Однозначно. Да, с правовой юридической точки зрения, это по сути элемент дискриминационного режима. То есть мы одних поощряем, других как бы ущемляем где-то. То есть это первое. То есть юридические принципы здесь нарушены. Второе, безусловно, возможно, это ежедневенческое поведение, может дать толчок это. Почему? Потому что, зная, что государство рано или поздно спасет, то есть матушка государства... Ну, сказали, что это разовая акция. Нет, где гарантия, что это не повторится? Друзья, да. И третий очень важный, очень важный посыл, мы должны подумать, почему вот 5-8 миллионов, у нас работающих людей, извините, почти 7 миллионов находятся в потребительском кредите. Почему, зная? Вот понимаете, на уровне государства, государственная политика, ее политика, по линии бюджетной политики, по линии социальной политики, это все совокупность привело к тому, что все население наше сейчас стали клиентами банковского сектора Казахстана. Друзья, я прошу прощения, наше время истекло, мы даже в некоторой степени перебрали. В заключение хочу сказать, напомнить, что правительство сейчас работает над безусловной реализацией предвыборной программы президента Такаева, которая в первую очередь должна быть направлена на повышение благосостояния населения. И в данный момент выплаты по кредитам отъедают значительную часть доходов казахстанцев. И каким образом экономический блок правительства будет решать проблему закредитованности, мы увидим уже в ближайшее время. Пожелаем им успехов. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин